Болезнь человека, неразгаданная тайна вселенной. Попробуйте мысленно произносить антоним вашему текущему отрицательному настроению. В случае напряженности – расслабление, а в случае раздражительности – спокойствие. Самое простое решение в вопросе коррекции эмоций заключается в использовании противоположного по смыслу слова. Развитием данного подхода является воздействие на воду антонимами, написанными на листочке бумаги. Вода, по мнению японского ученого Масару Эмото, запечатлевает предложенную ей информацию. Другими словами, эмоция положительного состояния передается воде. В человеческом теле имеется множество органов. Органы состоят из клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов, а атомы – из элементарных частиц. Субатомным частицам присущи свои вибрации определенной частоты. Когда их вибрации в норме, никаких проблем не возникает. Вместе с тем, вибрационные нарушения на субатомном уровне приводят к аномалии. С течением времени число элементарных частиц с отклоняющимися от нормы вибрациями может увеличиваться, что грозит обернуться нарушением характерных вибраций на атомном уровне. Затем очередь доходит до вибраций молекул. Через год или два это начинает сказываться на клеточных вибрациях, и появляются определенные ощутимые симптомы. Наше тело сообщает нам об аномалии болью, усталостью и небольшим повышением температуры. Многие из нас обращаются на этой стадии за консультацией к врачу. В сущности, наше тело обладает способностью к самоизлечению. Предположим, вы простудились и неважно себя чувствуете. Оптимист, использующий врожденное умение восстанавливать здоровье, может поправиться, провалявшись один день в постели. Некоторым людям становится лучше просто после разговора с врачом, когда доктор, которому вы доверяете, говорит, «Это всего лишь простуда, и вам нужно хорошо отдохнуть. Не волнуйтесь, скоро все пройдет». Срабатывает эффект плацебо. После таких слов полностью исчезают тревога и страх. Они пробуждают изначально присущую организму способность к самоизлечению. Другие люди ощущают необходимость обратиться к врачу даже при легком недомогании. Они слишком мнительны, и простой отдых здесь не помогает. В таких случаях болезнь, которая обычно сдается перед натиском внутренних сил организма, не отступает. Что будет, если не осуществить коррекцию нарушений на клеточном уровне? Что произойдет через год или два, когда они отрицательно скажутся на нормальной вибрации органов? К сожалению, такая ситуация чревата хроническим заболеваниям. Со времени появления нарушения на субатомном уровне может пройти от 5 до 10 лет. Практически любое заболевание внутренних органов имеет такую историю развития. Существенное отклонение вибрации от нормы устранить нелегко. Легче предотвратить болезнь. Необходимо обратить внимание на нарушение вибрации на ранней стадии, пока оно не стало достаточно серьезным и не предпринять корректирующие действия, например, сменить душевный настрой. Не зря говорят, все болезни от нервов, то есть от беспокойства. Важно ликвидировать нарушение нормальной вибрации у его истоков на субатомном уровне. Самым подходящим средством переноса различной информации является вода. Она способна проникнуть куда угодно, чтобы донести ее. Вода может достичь мельчайших элементарных частиц, тогда как лекарственные препараты не проникают глубже клеточного уровня, которые ответственны за проявление симптомов болезни. В этом состоит ограниченность традиционной медицины. Человеческое тело состоит из 60 триллионов клеток. Их гармоничное функционирование обеспечивает здоровую жизнь. Своя собственная вибрация присуща не только этим клеткам, но и образующим их молекулам, атомам и элементарным частицам. Когда составляющие человеческого тела на всех уровнях вибрируют в пределах нормы, наш организм работает так же слаженно, как большой оркестр. Появляющееся нарушение вибрации создает дисгармонию, и оркестр внутренних органов фальшивит. Вот почему важна коррекция на субатомном уровне. Наряду с преследующими человека заболеваниями существует вопрос ушибов, ран и травм. В то время как болезни представляют собой внутреннюю проблему, телесное повреждение – внешнюю. Так что такое телесное повреждение? Это нарушение присущей индивиду вибрации вследствие воздействия на него неблагоприятной внешней вибрации. Резкое изменение характера вибраций кожных или костных клеток может быть вызвано, к примеру, ударом. Клетки не в состоянии выдержать тяжести перемены, некоторые из них погибают и наблюдаются воспаления или перелом. Одним из показателей частоты вибрации считается температура. Нормальное функционирование организма осуществляется в условиях постоянной температуры тела, которые поддерживаются на уровне 36,5. Внешнее физическое воздействие приводит к нарушению вибрации затрагиваемой части тела и сопровождается тепловым эффектом. Именно поэтому в случае телесного повреждения часто наблюдается повышение температуры. В ходе экспериментов Масаруэмото установил, что хорошая музыка воздействует на клеточном уровне. Музыка также благотворно действовала на воду, как и на нас самих. Особенно сложные и замысловатые кристаллы образовывались после исполнения произведений оркестрами. Возможно, гармоничное звучание различных инструментов способствовало созданию благоприятных эмоций. Тело человека состоит из 60 триллионов клеток, согласованное взаимодействие которых обеспечивает его нормальную жизнедеятельность. Гармония, исполняемая оркестром музыки, достигает каждой клеточки организма и вносит свой вклад в наше здоровье. Музыка действительно обладает терапевтическим эффектом. Возможно, мы чувствуем себя лучше при прослушивании музыки, потому что она исцеляет воду в нашем теле. Хорошая музыка достигает каждой из 60 триллионов клеток в организме человека. Существует тесная взаимосвязь между музыкой и человеческим организмом. В медицине растет число врачей, использующих в своей практике музыкальную терапию. Они утверждают, что прослушивание музыки ускоряет процесс выздоровления. Если музыка благотворно воздействует на воду, значит она положительно влияет на клетки нашего организма, состоящие большей частью из воды. Вибрация и жизнь взаимосвязаны множеством различных путей. Человек считается умершим, когда останавливается его сердцебиение. Иными словами, вибрация есть сама жизнь. Нельзя назвать совпадением тот факт, что японский иероглиф, обозначающий жизнь, имеет такое дополнительное значение, как биение.